Музыка Ну вот и ближе к вечеру мы приготовили вам сюрприз Мы находимся на совершенно фантастическом поле, необычном Которое сразу поразило своей мягкостью, своей правильной культурой Ну и человек, который все это сделал, стоит перед нами Александр Павлович Степанов Прекрасный алтайский фермер Александр Павлович, здравствуйте Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, что это за поле и почему вы стали заниматься наутилом? Ну наутилом мы стали заниматься, наверное, все-таки есть ряд причин Одна из основных причин уменьшить затратную часть Это ГСМ, трудозатраты И, естественно, уменьшить нагрузку на технику Ну и, естественно, мы хотели добиться этим урожаев У нас лимитирующий фактор, у нас в Алтайском крае Наверное, у всех У всех, да, это влага А где ее взять? Летом не всегда бывает, влага выпадает в определенных нормах Как бы там мало, мало ее влаги Решили мы все-таки воспользоваться тем, что Пользоваться отчесом соответствующей техникой Которая позволяет задержать снег зимой И его сохранить Главная задача сохранить влагу Вот Я думаю, что система наутил Это та технология, которая позволяет все это сделать И как вело себя поле вот в этом году, этой зимой? Потому что у всех было сухо И, в общем, земля промерзла А что было у вас в это время на этом поле? Ну, вот здесь у нас предшественный клен Был произведен начес Жадками А урожайность какая? Урожайность 16 центнеров с гектара Ну, на прошлый год это считалось достаточно неплохо Вот И, естественно, зимой здесь Был снежный покров Который позволил Накопить влагу На будущую весну И вот сейчас мы Посмотрев Почву Она имеет влагу На сегодняшний день Сегодня у нас 20 Какое число у нас сегодня? 28? 28 28 число Мая Практически не было Продуктивной влаги Которая Спасла бы растения Но нет влаги Только зимняя влага Способствует накоплению влаги Сохранности Сейчас мы сеем сою И увидим, что влага есть Которая способна поддержать растения Влага не то, что есть Ее много здесь Да, влаги хватает Все говорят, где дожди Все плохо А вот здесь вот Можно копнуть Давайте попробуем Все, копаем И что видим Ну, земля влажная Земля влажная Сильно влажная Ну, влажность есть Достаточно Для всхода вполне достаточно И наличие соломки сверху Позволяет сохранить влагу Удержать Да, удержать ее Она будет использоваться Нормально Для растения будет А снег здесь лежал ровненько, да? Да, в течение где-то зимы Наверное Сантиметров 30-40 Он был слоем Равномерно распределен Вот Вот Вы говорили про очесы Расскажите про вот эту вот Удивительную машину Немножко нам Она тоже интересна Во всех отношениях Я хочу сказать Что за нами целый караван приехал Посмотреть, как это работает Ну Сеялась Достаточно разумная конструкция сделана Которая позволяет Внести семя в почву И не разрушая поверхности Практически Там полоска получается Сантиметра 3 Остальное все сохраняется Вот Это Основная ее цель Заделать на определенную глубину И не разрушить поверхность А вот смотрите Здесь на поле есть другие растения Что с ними происходит сейчас? Ну Мы сделали диссекацию Где-то, наверное 7-10 дней назад Сделали диссекацию Используя глифосат Вот Мы Их убрали Но они пока живые Они постепенно Мы видим, что они уже Да, они постепенно угасают Они уже не будут Они становятся чистыми Да Конкуренцию не будут составлять Для будущей культуры Здесь сои Что для вас Система наутил Какие основные С вашей точки зрения У этой технологии Достоинства И самые главные вещи Которые надо учитывать Тем, кто хочет заниматься Этой технологией Для этого, наверное, требуется Много-много изучать Заниматься Не просто так Насколько Надо это изучить Внимательно Подойти к этому Это подбор техники Изучение технологии Требует времени Соответственно Квалифицированных людей Заинтересованных Главное Если человек Не заинтересован Он не сможет Постинуть технологию У нас пока Все это Мы где-то в интернете Почитаем Где-то мы Обменяемся Опытом Ранее Кто уже начал Раньше заниматься Наутилом Мы у них Это все Узнаем Познаем Здесь еще Ребята говорят Что надо иметь И команду целую То есть Правильных механизаторов Которые понимают Что такое поле Как к нему Относиться И чем Отличается Эта технология Многие Относились Скептически К этой технологии В том числе И я В начале Недоверие было Но мы Начинали постепенно Вводить Севооборот По нулю По наутилу Я вижу Что есть результаты Появляются Стали результаты Поэтому мы 100% Теперь Все площадя Закрываем Именно по этой технологии Да И какой Экономический результат Вы получаете Сегодня Можно о нем Уже говорить Или еще рано Ну В принципе Первые уже Мы Пожинаем успехи Урожайность В прошлом году Ну сравнивать с чем Сравниваем мы Обычно С соседями Конечно Да Они Работают В основном Все по классике Львиная доля Урожайность В хозяйствах Была Зерновых В среднем Наверное Где-то 10-11 центнеров Вот У нас В прошлом году Где-то в районе 25-27 Ну 10-11 И 25 Да Ну Цифры Сами говорят За себя Ну естественно Урожайность выше Значит и экономика Другая Я сейчас готов Не готов цифры сказать Какая там прибыль Экономика Какая Но Мы в прошлом году На союз Экономили Порядка Двух миллионов На химии На средствах защиты Меньше стало Сорняков Это важно Меньше стало Сорняков Да А в поле А в поле А в поле-то их нету Там где пашете Как раз Да Так вот Беда-то в чем Мы когда Вот такие Весны Вот такие Сухие Мы пашем Мы влагу-то На глубине 10 сантиметров Теряем А заделываем Всеми сколько 5-6 сантиметров Что можно ожидать Как вы думаете Рваные всходы Ну А урожаи Говорить не приходится Ну Урожаи Вот мы и слышали Какие Да А на чем В чем экономика Этой технологии Меньше прогонов Не пахать Опять же Да Ну Техника высвобождается Люди высвобождаются У меня люди Работают в таком Режиме Часть У меня выходные Сейчас есть Раньше мы выходных Не знали Вообще не знали Да Сейчас у меня люди В выходные отдыхают Рабочий день У нас не превышает Как бы Норм Мы подходим к тому Что будем работать Восемь часов и дома Красиво Это же Мы к этому должны прийти Мы к этому стремимся А это Надо знать Уменьшить затраты Меньше тратиться На технику Ну Эксплуатацию техники Людей тоже Люди отдыхают У меня Вот сейчас Часть работает Часть отдыхает Что можно посоветовать Тем Людям Которые хотят Заниматься Тем фермерам Которые хотят Заниматься Этой технологией Или думают об этом Очень хорошо подумать Конечно Самое тут сложное Это приобрести Соответствующую технику Это значит Сеялка Отчесывающие Жадки Но они стоят Дорого Ну Того они Заслуживают Что их надо Приобретать Дают результат Ну и можно посмотреть В поле То что мы видим Это результат Вот этой самой техники Которая показывает Ну и механизаторов Которые показывают Такие высокие Хорошие результаты Механизаторы Вначале были Против Не то что Ну как так Разве можно Да не получится Ничего Вот Против Сейчас они Удивляются Откуда влага Здесь наверное Дождь прошел Приехали Вчера сеять Я говорю Какой дождь Вы что Тут сухо Приехали Ну сыра же в поле Дождя не было Дождя не было А в поле до сих пор Сухо Это 28 мая Да Ну что Хочется пожелать вам успехов И до встречи На самой конференции Спасибо